Вот как думаете, вот говорят же, что с техническим прогрессом религия должна, ну и подобные ей вещи, отмирать? Это такое произведение? По-моему, религия отмирает только с развитием коммунизма, когда всем объясняют, что это полная ахинея, и человекомыслящего недостойно забивать башку себе всякой ахинеей, сказками трёхтысячелетней давности, которые к жизни нормального человека не имеют никакого отношения. Есть отличная книжка у автора Леви Брюля, называется «Первобытный интеллект». Как-нибудь зачитаем пару глав. Первобытный интеллект – это интеллект, так сказать, люди первобытные, у них было дологическое мышление. Наши любимые примеры, как группа папуасов пошла на охоту, три дня шли, а потом папуаса Петровича упавшее гнилое дерево задавило насмерть. Папуас задумывается, от чего так получилось, и вспоминает, что пока мы шли, слева пролетел фиолетовый попугай в первый день. Вот. Вот это вернейший знак. И вот Петровича задавило. Минуточку. Оно же гнилое было, оно просто сгнило и упало, да. Сгнило и упало, но упало прямо на Петровича. А почему? Потому что пролетел попугай. Это, кто не понимает, это чёрная кошка, баба с пустым ведром и ещё чего-то. А там это у человека в башке устанавливаются крайне странные связи, которыми он объясняет всё на свете. Это точно так же, как папуасов когда-то учили стрелять из ружей. Что такое, с точки зрения папуаса, винтовка? Любая технология новая, которую ты не понимаешь, она всегда работает как волшебство. Для папуаса совершенно очевидно, что это волшебная палка. А чем убивает винтовка? Это уже очевидно. Громом. Слыхал, как она грохочет? Да. Ну, вот если папуасу давали ружьё – папуас просто из него стрелял, и всё. И тот должен умереть. В попытке объяснить, что убивает пуля, надо прицелиться, правильно дышать, аккуратно тащить спусковой крючок, и только тогда ты его убьёшь. «При чём тут это?» – говорил папуас. «Ну, пуля же убьёт». Да, пуля. Но пуля – она как и ружьё – магическое, и поэтому даже если вот эта пуля в него не попала, то духовная пуля, а у неё, как у всего, есть дух у пули, то духовная пуля, я же его хочу убить, то духовная пуля его найдёт и убьёт. Ну, с точки зрения вменяемого человека – это бред сумасшедшего, а с точки зрения верующего – всё нормально, всё хорошо. Всё именно так и происходит, да, что духовная пуля найдёт духовного папуаса и его убьёт. Научить папуаса целиться, думать, стрелять – огромное количество времени надо, прежде, чем он с этим согласится. Что у него при этом в башке происходит – это книжка Леви Брюля, она про то, когда христианские миссионеры по миру разъезжали, там, в Африку христианство заносили во всякую Полинезию и в том числе в Папуа-Новую Гвинею, они непрерывно общались с этими аборигенами и писали отчёты в Ватикан, что там и как происходит. Ещё один там выдающийся пример, ну я всё время одно и то же рассказываю, но поскольку разные люди смотрят, то, возможно, они не слышали. Как лечить папуаса? То есть, с точки зрения папуаса болезнь – это вмешательство потусторонних сил, любая болезнь – это вмешательство потусторонних сил. Ну и что, что там? Холодно было, и ты простудился. Вот Петрович не простудился, а я простудился. Совершенно чётко понятно, что Петровича злые силы не тронули, а меня тронули, и поэтому я простужен. Это волшебство, оно на меня напало. И вот миссионер начинает давать папуасу таблетки. Папуас их ест неделю, там, полторы, вылечивается, и предъявляет к миссионеру требования – заплати мне. За что? За то, что я ел твои таблетки, говорит папуаса. Миссионер говорит – я же тебя вылечу. Минуточку. Ты меня не вылечил – это вот я там пел псалмы, читал молитвы, и поэтому я исцелился. Магия меня отпустила. Таблетки твои я ел чисто из уважения к тебе, а ты платить не хочешь. Ну и когда начинают разбираться, то с точки зрения папуаса болезнь на него нападает вот так, по щелчку – раз, и ты заболел, потому что это магия. И точно также она – чик – и пройти должна. А вот когда неделю ешь таблетки – нет, это не магия, это фигня какая-то у белых несерьёзная. Вот так. Это дологическое мышление. Оно есть в каждом из нас. Вот вся вера во все идиотские приметы, и из этого произрастает вся религия. Ну а поскольку человек… Ну разве не большая пропасть между верующим и суеверным? Это же разные вещи? Невозможно. Ну вещи разные, да, если определиться с понятиями, да, но разделить это невозможно. Как ты это разделишь? Ну если ты веришь в существование высших сил, например, ну вот есть бог, а есть сатана, противостоящая, так сказать, фигура. Вот это добро делает, а это зло. Есть ли слуги сатаны? Ну, наверное. Если ты верующий – безусловно, есть. Есть ли чёрная магия? Есть, конечно. Есть ли порча, например, которую может навести… Колдун бывает? Бывает. Если ты верующий – да, бывает. Может ли колдун напускать на тебя всякие чёрные силы? Ну, они же есть. Ты верующий? Они есть. И колдуны есть, и черти есть, и нечистая сила, которая живёт там на болоте, в лесу… Надо потише говорить, Дементий Шпитт, блин. В лесу, в болоте, в горах везде живёт нечистая сила. Она есть, да. Она может навести на тебя порчу, которую чем отвести можно? Только молитвой. Или специальный поп-экзорцист, изгоняющий дьявола. Т.е. одержимость бесам – про это в Библии написано. «Как тебя зовут?» – спросил Иисус. «Нас много», – ответили бесы. Поэтому имя нам – легион. Вот она, нечистая сила, она представлена. А в чём суть суеверий? В том, что надо соблюдать некие ритуалы для того, чтобы нечистая сила тебя не тронула. Т.е. если ты дома у себя над этим верхним косяком воткнёшь нож, то, например, ведьма или ведьмак в дом к тебе зайти не смогут. Это суеверие или что? Это вера в то, что есть ведьма, что они обладают какими-то потусторонними силами, управляют на тебя, натравливают их и прочее. Оно, как ты понимаешь, одно без другого не бывает. Повторюсь, если есть Бог, значит, есть нечистая сила. И Дед Мороз тоже есть, как ты понимаешь, и Баба Яга в наличии, и всё остальное. Не стесняйтесь, рассказывайте об этом. Людям всегда интересно послушать, блин. Всё на себе показывать нельзя. Да-да. Магические круги чертить, там знаки всякие, Каббала и прочее – всё есть, всё в наличии. Если ты верующий – всё это есть, да. Поэтому отделить веру от суеверий невозможно. Это составная часть. Ну, вы же как-то говорили, что Иисус наш друг. Конечно, друг. Тут надо чётко сравнивать постоянно, что было до Иисуса Христа, и что Он в мир принёс – без разницы. Бог Он – человек лично мне, без разницы. Резать друг друга – занятие исключительно увлекательное. Есть людей, говорят, тоже полезно с точки зрения определённых религий, потому что тебе из него передаются, если, как самурай, удар под названием плащ монаха или как там, я не помню, с этой стороны рубят, и досюда напополам тебя развалили, а там печень видно, и её надо сразу схватить и сожрать кусок печени живой, и это передаст тебе силу, храбрость. Это тоже магические ритуалы. Это тоже кусок религии. Ну, а Иисус как-то предложил – давайте уже не будем никого убивать, давайте возлюбим ближнего, как самого себя. Там, правда, говорят, под ближним подразумевается еврей, но даже так – это настолько циклопический шаг вперёд по сравнению с язычеством, что я не знаю. Какой же он нам не друг, если он за добро и за любовь? Самый что ни на есть друг – был он, не был – неважно. Человек, богочеловек, Бог – всё равно без разницы. Это в мир принесены такие вещи и в таком объёме, которых раньше не было, и мир от этого изменился радикально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok